Помочь получить QR-код о вакцинации людям старшего возраста и отладка работы социальных транспортных карт. Эти вопросы обсуждались на заседании предштаба по борьбе с коронавирусом. Заместитель председателя правительства губернии Александр Фетисов сообщил, что работает специальная горячая линия по вопросам транспортных карт. Ее телефон вы видите на своих экранах. Глава региона Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки наладить работу по оказанию помощи жителям старшего поколения в получении необходимых документов и отладке работы карт. Также губернатор поднял вопрос о разблокировке транспортных карт тем, у кого есть медицинский отвод на вакцинацию. Глава областного Минздрава Армен Беньян сообщил, что в ближайшее время в поликлиниках будет организована работа врачебных комиссий. Там люди смогут подтвердить временное противопоказание для вакцинации. С февраля будущего года максимальный размер пособия по уходу за ребенком будет более 31 тысячи рублей, а минимальный около 7,5 тысяч. Кроме того, с 1 февраля 2022 проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит около 20 тысяч рублей. Толетинский роддом на Баныкино уже на этой неделе отдадут под коронавирусный госпиталь. Об этом на заседании профильного комитета Самарской губернской думы рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Беньян. В этом госпитале разместят беременных пациенток, зараженных коронавирусом. Сейчас они получают лечение медгородке на общих условиях, а здесь будут получать по необходимости также специализированную помощь. В селе Ягодное новый детский сад распахнет свои двери для 130 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Готовность объекта составляет 97%. Новое дошкольное учреждение на улице Ворошилова построено в рамках нацпроекта «Демография». Активисты Тольяттинского отделения российского движения школьников приняли участие в «Субботнике», который проходил на территории набережной шестого квартала. Вместе с учащимися 71-й школы порядок наводили студенты ТГУ, экологические эксперты, волонтеры акции «Мы вместе» и неравнодушные жители города. Как сообщает администрация, было собрано 10 мешков мусора. Сотрудники Тольяттинского ОМОНа стали призерами конкурса о разминировании от Росгвардии без права на ошибку. Состязания прошли на базе инженерно-саперного полка Северокавказского округа. В масштабных соревнованиях принимали участие 12 команд. По итогам конкурса победу в командном зачете завоевали представители Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, в числе которой были сотрудники ОМОН Тольятти. Прохождение штурмовой полосы, смешанные эстафеты, индивидуальные соревнования на лучшего сапера и взрывотехника. Это и многое другое на протяжении пяти дней преодолевали участники соревнований. В таком формате он проводится впервые. Поэтому подготовка на него заняла достаточно много времени. И непосредственно подготовку мы проводили у себя в округе на базе ОМОН Тольятти, управления Росгвардии по Самарской области. Самый тяжелый, конечно, заключительный этап командный, там, где военнослужащие сотрудники преодолевали всю дистанцию совместно. В актовом зале Богородническо-Казанского храма выступил Тольяттинский ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира». Концерт был посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В программе звучали песнопения 15-17 веков, русские духовные стихи под аккомпанемент древнего музыкального инструмента. Незабываемый концерт позволил слушателям соприкоснуться с музыкальным искусством Древней Руси. Субтитры создавал DimaTorzok